Добрый вечер, господа! Меня зовут Максим, вы на канале The Quays. Сегодняшний ролик у нас про продажу книг в Америке, про литературу, ну и немножко манерности. Начнем ролик стихами Игоря Северянина. Вы оделись вечером кисейно, И в саду стоите у бассейна. Наблюдая, как лунеет мрамор, И бежит поток по немуарам. Корабли, они карели бухты, Привезли тропические фрукты, Привезли узорчатые ткани, Привезли мечты об океане. А когда придет бразильский крейсер, Лейтенант расскажет вам про гейзер и сравнит. Но это так интимно, напевая что-то вроде гимна. Он расскажет о лазуре ганга, О проказах злых арангутанга, О циничном африканском танце И о вечном летуне голландце. Он покажет вам альбом Камчатки, Где еще культура не в зачатке, Намекнет о тесной дружбе с гейшей, Умолчав о близости дальнейшей. Замаля мечтой своей зареев, Распустив павлинивый свой веер, Вы к нему прижметесь в теплой дрожи, Полюбив еще его дороже. Согласитесь, шикарные стихи. Очень жалко, что при Советском Союзе Игорь Селянин был запрещен. В школах мы не изучали. Да и, собственно говоря, незачем было. Не те эти стихи, чтобы в юности молодеческой их изучать. Необходимо дожить до определенного возраста, чтобы получать от них кайф. Ну а теперь, собственно, про тему ролика. Книжки. Я был крайне удивлен, когда в своем любимом городе Омаха Обнаружил магазинчик, где можно покопаться в книжках. Старые книжки, которые люди сдают. Покопаться в них, найти что-то себе интересное. Почему я был приятно удивлен? Потому что буквально за несколько лет до того, как я приехал в Америку, я наблюдал достаточно грустную картину в Москве. Умирали старики, приходят новые владелицы квартиры и вся библиотека, которая годами собиралась, просто выносится, выбрасывается на помойку. У нас в доме очень много стариков умирало, поэтому регулярно возле помойки валялась груда книг. У кого-то, в смысле, не позволяло их до помойки нести. Их просто сбрасывали на первом этаже, где лестничная клетка. И иногда попадались очень интересные книжки. Я еще могу понять, когда выбрасывают, скажем так, какие-то одноразовые чтивы, типа той Марининой, там, не знаю, Донцовой. Но когда выбрасывают многотомник Мопассана, для меня это несколько чудовищно. Ну или когда выбрасывают какие-то антикварные книжки, типа Разроженная там Абра Гауза и Фруна, до революционного издания. Книжку Дюрера, вот я себе подобрал, 1920 года тоже. Книжка с гравюрами, то есть не просто текст, а книжка с гравюрами, с хорошей полиграфией того времени. То есть это антиквариат. Это все выбрасывается. Современному поколению нужны айфоны, айпеды. Не, я сам, конечно, читаю книжки с телефона, но это касается регулярной литературы. Но согласитесь, есть приемный кайф от книжек. Померите, когда я нашел в магазин, я плотно на него подсел, и вот там можно найти вот такие вот вещи. Это у нас Атлас, Reader Digest, Great War, Атлас. Любая книжка, любая абсолютно, стоит там 50 центов. Вот посмотрите, вот такой вот Атлас. Я немножко полистаю. Было понятно, что это такое. Вот такой вот. Интересный очень Атлас. Еще издание времен Советского Союза с обозначенными границами Советского Союза, с разными статистическими выкладками. Очень интересное издание для тех, кто интересуется. Покажу еще одну свою находку. Вот такая вот книжка. Это фотоальбом Андрея Чайкина. Это космические исследования. Космические исследования космоса. Здесь много фотографий, посвященных и программе Аполлон. Интересные фотографии. Хотя в интернете сейчас можно найти все, но есть определенные нюансы, когда ты листаешь книжку. Очень много фотографий, посвященных Советскому Союзу. Некоторые уникальные фотографии. Кстати, это не Советский Союз, но X-15. Фотографии Комарова здесь интересные есть. То есть я как фотограф был заинтересован. Вот, кстати, про Советский Союз, пожалуйста. Вот такая книжка. Тори, пожалуйста, 50 центов. Вот такой вот иллюстрированный альбомчик. Попадаются книжки вот такого вот содержания. Это у нас Джон Гленн. Ну, я просто для себя отобрал определенную тематику, которая мне была интересна. Я не настолько хорошо читаю на английском языке. Хотя, вот кто лучше меня знает, попадались, вообще уникальные вещи, попадались несколько томиков Шиллера, издания 1890 года. Но, к сожалению, я не могу это понять. То есть я просто полистал и посмотрел на саму книжку, на переплет, и положил ее на место для того человека, который, ну, в общем-то, разберется в ней. Вот такие вот книжечки для детей. Тоже очень интересные. Это книжечка про животных, но она оформлена в модерне. Учитывая, что я сам фотограф и изучаю стиль модерн, в нем рисую, мне это было очень интересно. То есть вот книжечка оформлена в таком вот модерне, интересном. В Билибинском модерне, я сказал бы. Ну, опять же, очень много иллюстрированных книжек. Вот, это Гранд Каньон. Тоже хорошие иллюстрации, текст. Кто учтал английский язык, очень интересно с этих книжек начинать. То есть можно полистать. Это, по-моему, даже библиотечная книжка, ее просто сдали за ненадобностью. Вот. А теперь переходим к вкуснякам. Переходим к вкуснякам. Это у нас, это у нас антикварка и винтаж. Вот это вот у нас журнальчик за 1920-й год. Квинам Остхелмет. Это, видимо, какое-то локальное немецкое издание для переселенцев. Очень интересно. То есть здесь, ну, само по себе, но очень интересно тем, что здесь старые объявления, как они были. Интересные вот такие вот. Опять же, примеры оформления дизайна. Ну, мне как художнику это очень интересно. Вот. Это все продается на вес. То есть это даже не поштучно. Надо набирать себе эти книжки, взвешивайте, смотрите, что там такое. Вот тоже интересная штука, винтажная. Это у нас 1976-й год. Какой-то журнальчик, посвященный рекламе. Здесь старая американская реклама, где кто-то кому-то что-то впаривает, продает. Вот. Но все равно интересно. Сейчас, конечно, реклама уже другая. Сейчас некоторые виды рекламы выглядят наивно, но все равно это очень интересно. Жена у меня играет на клавишных. Я для нее на вес нашел вот такие вот вещи. Это жмотная партитура грейк вот тут есть. Кстати, тоже оформлена очень интересно. Тоже в таком модерне. Вот. Опять же тут у нее вот такая вот тоже партитура. Вот. Это все пошло на вес. Бах у нас еще вот здесь есть. Еще у нас антиквариат. Это у нас 1914 год. Но это у нас модерн в полный рост. Кто в этом разбирается, тот поймет. То есть, вот такое вот издание интересное. Тоже с каким-то дизайном. К сожалению, мне это рвется. Я, наверное, больше вам буду показывать, не перелистывая, потому что мне жалко это все в таком ветхом состоянии. Нужно крайне аккуратно все смотреть. Просто мне хотелось вам показать и поделиться вот своими позитивными эмоциями. Вот я не буду перелезть, тут буду просто показывать. Такая вот журнальчик. Это у нас тоже какое-то локальное издание 906 года. Тоже Queen'Nam Ostehamet. Я не знаю, что это за язык. Похоже на голландский. Я, к сожалению, не знаю, поэтому не могу ничего сказать. Вот. То же самое издание, это вообще старенькое. Высыпается. Тоже вот иллюстрация модерни. Вот. Ну и, собственно говоря, там очень много современной переводики. Вот. Очень много людей там, которые занимаются коммерцией. Они приходят туда, они приходят туда с коммуникаторами. Есть программа, которая пробивает сразу ценники. Они копаются там уже профессионально, выбирая то, что востребовано на рынке. Вот. И набирают сразу очень много, по несколько тележек увозят. То есть. Но в этом месте определенный кайф. Вот. Собственно говоря, что я хотел сказать. Я в догоночку сниму еще один ролик относительно американских учебников. Поэтому оставайтесь на канале и следите за обновлением. Хочу напомнить о том, что на канале идет конкурс выиграть свою электронную сигарету. Подробности в отдельном ролике. Вот. Ну и, собственно говоря, выставляйте в своих социальных сетях, если вам интересно меня смотреть. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok